Итак, в этом году в Китае на праздник весны ждут рекордное число поездок за границу, в том числе и в Россию. Ассоциация российских туроператоров отмечает рост интереса китайцев к путешествиям в Российскую Федерацию именно на новогодние даты. Наш специальный корреспондент в Москве Екатерина Глазунова встретилась с китайскими туристами, которые приехали на каникулы в российскую столицу. В кругу семьи, но не на родине, они решили провести новогодние каникулы в России, солнечной, морозной, снежной. Уважаемые гости, добро пожаловать в Байвен двор. По русским традициям попробуйте хлеб да соль. Так встречают тех, кому очень рады, долгожданных и добрых друзей, а потому и стараются, чтобы гостям в новогодние каникулы все понравилось. И катание на лошади, и экзотическая зимняя рыбалка. И, конечно, традиционная русская кухня. Самобытная, сытная и такая аппетитная. Мне очень понравилась Россия. Здесь очень хорошо встречают люди. Замечательная кухня, блины, борщ, рыба, которая запекается, печка русская. Туристам из Китая стал интересен именно такой вид путешествий по России. Интерактивный, иммерсивный, с возможностью полностью погрузиться в традиции и культуру другой страны. И это почти уже тренд. Это интересно. Весь колорит, быт, наши традиции. И мы решили для них делать уже программы. После чего уже, так сказать, о нас стали как-то чуть больше узнавать и периодически стали приезжать. Для российских путешественников Китай тоже становится все более привлекательным направлением. И именно праздник весны, главное торжество года, прекрасная возможность окунуться в традиционную культуру этой страны. Мне бы хотелось посмотреть на шоу, которое там проходит, шоу драконов, посмотреть традиции, как они празднуют свой Новый год. По данным туроператоров, поездки в Китай на даты празднования Нового года стали бронировать примерно в два раза чаще, чем в прошлом году. Допандемийный уровень, конечно, пока недостижим. Подбирая экскурсионную программу, эксперты советуют подглядывать туристические маршруты местных жителей и по возможности повторять их. Это один из великолепных праздников, во время которых очень много интересных зрелищ. Вот тот же самый показ дронов и дракона, такое шоу, которое запланировано в этом году, наши вип-туристы запрашивают именно это. В этом году в Китае, по данным СМИ, на праздник весны ожидают рекордное количество поездок до 9 миллиардов. Вклад в эту цифру, пусть и небольшой, внесут и российские путешественники. На китайский Новый год в Китай. В этом году можно и не ехать. В Москва собираются широко отмечать праздник весны. Драконы, пагоды, китайские фонарики. Фестиваль даже включили в план мероприятий перекрестных годов культуры двух стран. Екатерина Глазунова, Александра Попова, Павел Глазунов, CGTN, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова